Аудитории все-таки не позволяет, мне кажется, ответственно перекладывать ответственность за происходящее в этой стране не вовне. Мы сами все являемся гражданами, мы сами все являемся теми людьми, которые могли бы что-то здесь предложить, изменить как-то, исправить ситуацию. И, по моему мнению, не случайно, что мы это делаем здесь в России, потому что та работа, большая достаточно, которая делается агентством стратегических инициатив, она показывает те подходы, которые позволяют это сделать, не находясь на должности министра. Понятно, что не все получается, понятно, что есть много недоработок и так далее, но все-таки возможности сохраняются. Я займу еще буквально три минутки. Это был один из кейсов, которые мы предлагали реализовывать с той задачей, о которой говорил Александр. Я скажу здесь о том, что я не столько буду говорить про кейс, вы можете тут прочитать, я буду медленно перелистывать, а про то, с какими сложностями мы сталкиваемся, когда мы пытаемся предложить какие-то подобные подходы в госструктуру. Количество людей, с кем можно предметно обсуждать принципы, подобный технологический стэк, подобные подходы в государстве среди чиновников, лицепринимающих решения на тех или иных фронтах, оно очень маленькое. Количество человека, часов, затрачиваемое нами, нашей командой, для того, чтобы прокачать того или иного сотрудника медицинского, того или иного УПР в органах госвласти, оно очень большое. Это дается очень сложно, дорого и тяжело. И даже при том, что мы тратим эти ресурсы и обучаем большое количество людей на своих семинарах, в рамках конкретных встреч с теми видами представителей госсектора, им очень сложно внутри у себя потом реализовать эти проекты, потому что они, в свою очередь, сталкиваются с существующими нормативами, с существующими правилами игры, с существующими форматами. И вот преодолеть вот эту вот ситуацию, ее можно только увеличением количества участников, еще более качественными методологическими подходами. И здесь мы в этом смысле пытаемся открыть какой-то более широкий, чем наши внутренние семинары, формат взаимодействия, когда мы попытаемся все-таки не дать угаснуть этому распоряжению, чтобы оно не статилось на уровень представленной Минсвязью какой-нибудь очередной программы увеличения количества отсодов в стране, построенных по государственным счетам, расширения, углубления каналов связи и так далее, чтобы все-таки этот формат цифровой экономики действительно был тем, на что мы рассчитываемся вместе. Это данные были по 2015 году, в 2016 году нижняя планка поднялась до 32, там есть разница в том, по чем заключали контракт и по чем отчитались. В принципе, мы здесь предлагали начать с маленького сегментика, на который приходится очень большое количество закупок. в основном это все школы, детсады, больницы и так далее, условно закупка туалетной бумаги в садик. Такое количество контрактов достаточно большое, накладные расходы, понятно, очень высокие обоих сторон на прохождение процедуры. Для страны сумма не значимая в общем объеме. И если бы здесь применить подход к созданию маркетплейсов, то можно было бы в этом небольшом сегменте как минимум снять головную боль у большого количества закупщиков-поставщиков, создать машинку по реальному допуску субъектов МСП к простым системам поставок в госсфекта. А для субъектов МСП в любом случае общий объем этого рынка достаточно значимый. Отсюда можно было бы начать строить тематические маркетплейсы и те самые цифровые отраслевые платформы, про которые говорил Алексей. Заточили под каждую конкретную отрасль то же самое с услугами. И даже самая корпорация МСП могла бы иначе выполнять свои функции с большей эффективностью, скажем так, тратить свои средства. Но, к сожалению, пока не получается. Кто не знает, корпорация МСП объявила 28 декабря прошлого года конкурс на создание некоторого аналога такой системы. Завтра кончаются сроки подачи. Время все понятно, да? Сумма 400 миллионов. Ну и делают они не то, что мы предлагаем, а то, что фактически есть в десятках и сотнях репликаций на рынке. Они дублируют функционал обычных СП агентств, там Яндекс, Директор и так далее. Для чего это делается? Какой это даст эффект для субъектов МСП, для экономики? Для подрядчика понятно, какой. 400 миллионов, есть 400 миллионов, делают особо очень надо налогам на рынке огромное количество. Ну вот, про ГЧП. Действительно, госсектор в настоящий момент не может даже удержать планку создания ТЗ на подобную систему. То есть просто некому. Та процедура, по которой они это делают, то, что нормативно предписано, не позволяет вложить этот такт в какие-то разумные сроки. То, что уважаемая коллега говорила про ВУЗы, в том числе и ВУЗы принимают активное участие в этом, например, Высшая школа экономики, КИС и так далее. Они активно участвуют в этих конкурсах и в течение значимого периода тратят значимые средства, а потом сдают те документы, которые становятся основами для стратегии развития этого сектора. И, к сожалению, пришли, в том числе при помощи этого формата, к тем результатам, которые есть. По факту любой marketplace включает в себя достаточно большое количество подсистем. И каждый из этих сегментов растет своей жизнью. Здесь есть люди, которые могут рассказать про отдельные технологические стеки, какие революции происходят в горизонте 3-5 лет в каждой из областей айтишной. В принципе, есть даже бакон, говорящий о том, что каждые 10 лет сменяется технологический подход в сегменте айти. И в этом смысле опираться на компетенции, накопленные в ВУЗах, компетенции, накопленные в госсекторе, непозволительное растение. Точно нужно привлекать те, кто находятся на фронтире того или иного технологического стека, чтобы именно они смогли удерживать эту сложность, формировать адекватные ТЗ, объективно оценивать в том числе подрядчиков под производство подобных информационных систем. История с ГИСами требует вообще отдельного доклада, но один из результатов на сегодняшний день следующий. Значительное количество государственных информационных систем, запущенных в этих подходах, о которых мы говорим стандартно, в госсекторе, так и не вышло в указанные сроки на проектную мощность. Они просто одни сроки. Это происходит с ГИС ЖПХ, это происходит с Росреестром, это происходит с большим количеством ведомств. Просто в силу того, что нет... Причем, вот в предыдущей слайде, когда Александр выступал в Левославе, я специально там оказал количество средств, которые требуют тратить лишь год, на поддержание технических систем. Каталог товаров, в том числе, так и не создан. Было на него уроки на три года, Минканок не занимался, теперь, вновляя, ничего не повешено. Здесь присутствуют ребята, с которыми мы несколько месяцев работали по 230-му ХУЗ, этот коллекторский закон. Мне очень интересно, какие в результате достижения, но то, что я вчера увидел на сайте ПССП... Срежу. Не поставь. Это, конечно, прискорбно, потому что в 2017 году год обсуждать систему большую, значимую для всей страны, там, затрагивающую интересы десятки миллионов граждан, это взыскание долгов из частных лиц, и в итоге получить эксельник на 22 строчки и 7 колонок, висящие сегодня на сайте ПССП, это, конечно, плакать хочется, да? Хотя в этом месте мог спокойно появиться сервис, у него есть аналоги в нашей стране, с нашими разработками, российских компаний и так далее, и так далее, закреплендававшись на больших объемах, но донести это до лиц, принимающих решения, пока не получилось. И нужно думать о том, как эту проблему преодолеть. Я передаю слово и так далее.